Это тема дня и мы продолжаем. В Краснодаре утвердили новые меры поддержки для отраслей пострадавших от пандемии коронавируса. Пакет был озвучен и утвержден на заседании городской думы. Мы на уровне города ограничены в полномочиях на прямые финансовые внимания, поддержку малого и среднего бизнеса, да и городской бюджет достаточно сильно пострадал. Но мы можем и должны поддержать предпринимательскую сферу, чтобы она быстрее восстановилась, наверстала экономический потенциал и вернулась к нормальным экономическим показателям, сказал на заседании глава Краснодара Евгений Первышев. Что включают в себя новые меры поддержки представителей краснодарского бизнеса, на кого рассчитаны, кто и как может воспользоваться, об этом поговорим прямо сейчас. И с нами на связь выходит начальник управления экономики города Краснодар Елена Васильченко, наш эксперт сегодня. Елена Сергеевна, я вас приветствую, здравствуйте. Добрый день. Расскажите о мерах, которые утвердили, что в них вошло. Действительно, достаточно серьезные пакеты мер приняты на федеральном уровне, приняты на региональном уровне. Город не может оставаться в стороне от таких процессов. На заседании, на прошлом заседании городской думы были утверждены первые меры поддержки, при которых предприятия, уплачивающие аренную плату, получают рассрочку платежей до конца текущего года. Буквально в этот четверг на заседании городской думы были приняты еще четыре меры поддержки малого бизнеса, которые затронула коронавирусная инфекция. Итак, что это за меры? Первая мера – это освобождение операторов наружной рекламы от уплаты стоимости по договорам аренды за рекламные конструкции, расположенные на муниципальной собственности и на землях, собственность на которые не разграничена. Данная мера поддержки затронет порядка 45 предпринимателей. Совокупная экономия для субъектов малого бизнеса по данной категории предприятий составит около 6,4 миллиона рублей. Почему именно эту категорию мы взяли? Как вы правильно сказали, город достаточно ограничен по мерам, которые мы можем, прямые меры поддержки, которые мы можем предложить предприятию. И, во-первых, рекламная деятельность была признана как пострадавшей распоряжением губернатора края. Сократилось количество размещаемой рекламы. Мы знаем, что не работают концертные залы, мы знаем, что не даются концерты, многие предприятия сейчас не работают, соответственно, у них объемы размещенной рекламы сократились. В результате у нас в адрес администрации поступили предложения, все это внимательно обсчиталось и было принято решение таким образом поддержать эту образу. Вторая мера – это освобождение от уплаты по договорам о предоставлении нестационарных объектов торговли. Часть объектов торговли продолжала нестационарных работ, те, которые реализовывали продукты питания, однако целая большая категория, связанная с продажей лотерейных билетов, с продажей проездных билетов, печатной продукции, летние кафе, оказались, в общем-то, на грани выживания и главу города было принято решение на период мер повышенной готовности освободить эти предприятия в полном объеме по уплате платежей в бюджет города за ведение деятельности. Эта мера затрукнула порядка 380 предприятий, экономия для них составит около 1,7 млн рублей ежемесячно на период действия карантинных мероприятий. Еще одна мера связана с реализацией федерального закона, который предполагает преимущественное право продажи субъекта малого бизнеса в муниципальной собственности. До введения режима карантина у нас около 18 предприятий приобрели по преимущественному праву с муниципальной собственностью, и стоимость этих объектов составляет 18 млн рублей. Эти предприятия могут воспользоваться правом от срочки платежа срок до 31 декабря текущего года, не вносить, таким образом мы им даем возможность восстановить свою платежеспособность и в плановом режиме в 2021 году осуществить необходимые платежи по видам покупок. В совокупности две меры, связанные с рекламой и с нестационарными объектами торговли, ежемесячно позволят экономить предприятиям порядка 8 млн рублей, и еще 18 млн рублей будет сэкономлено за счет выкупа муниципального имущества. Таким образом, только по этим трем мерам мы затронем около 500 хозяйствующих субъектов, кому будет оказана помощь, и общие налоговые поступления, на которые будет облегчена им жизнь, составят около 30 млн рублей. Еще один серьезный момент, который рассматривался на заседании городской думы, это с 1 января 2020 года ставка единого налога на обмененный доход будет понижена с 15% до 7,5%. Здесь уже охват субъектов будет, несомненно, больше. Мы ожидаем, что общая сумма налоговой льготы составит порядка 200 млн рублей. Однако, надо не забывать, мы даже для себя трактуем, уменьшение платежей на, грубо говоря, для нестационарных объектов на 1 млн 700, это недополученные доходы в бюджет. Поэтому, в любом случае, несмотря на то, что мы принимаем меры поддержки, мы должны очень четко взвешивать, потому что, с одной стороны, мы позволяем предприятиям продолжить субъектов, мы позволяем предприятиям пережить это трудное время и накопить силы для дальнейшей работы, с другой стороны, это деньги, недополученные в бюджет города, который у нас является социально ориентированным, больше 50%, вы знаете, у нас все-таки идет на социальные... Елена Сергеевна, мы говорим с вами о четырех мерах поддержки. Вот расскажите, почему именно эти направления были выбраны и учитывалось ли как-то мнение бизнеса, их предложения? Что касается по рекламным конструкциям, если мы говорим об этой мере поддержки, то у нас порядка 20 обращений и звонков, и на горячие линии, связанные с коронавирусом и с поддержкой предприятий, поступило в точности так же и связанные с нестационарными торговыми объектами. Кроме того, мы собрались с коллегами, собрали все эти предложения, взвесили, посмотрели. По нестационарным объектам торговли было достаточно серьезное ранжирование, посмотрели, сколько выпадающих доходов у нас, сколько субъектов под это подходит, потому что со всеми с ними будут заключаться дополнительные договора. И это не только наша идея, это та потребность, которую высказали нам индивидуальные предприниматели, юридические, физические лица. Поняла вас, спасибо большое. Ну а прямо сейчас давайте слово дадим еще одному эксперту, заместитель начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодара, выходит с нами на связь Людмила Павлова. Людмила Викторовна, здравствуйте. Да, здравствуйте. С вами хочу поговорить о такой площадке, как платформа. Чем сейчас она помогает резидентам, представителям бизнеса в это непростое для них время? Спасибо большое. Конечно, вот все те меры, которые сегодня приняты, ну вот это дополнительная будет поддержка для предпринимателей. Эти меры ожидаемые, и они даже, скажем так, более, вот именно в части отмены, они более ожидаемые, чем в части пролонгации платежей. Что касается центра поддержки предпринимательства, муниципальный центр работает в Краснодаре. Он, конечно, сейчас, речь не идет о резидентах, к сожалению, несмотря на то, что центр ждет подготовленные рабочие места для предоставления нашим предпринимателям, ну в силу своих, в силу общих причин, по которым мы сейчас не можем открыть двери центра. Тем не менее, работа центра ведется достаточно активно. Мы продолжаем в режиме вебинаров обсуждать проблемы, инструменты, способы выхода и, скажем так, работы в условиях кризиса. Обсуждали уже вместе с предпринимателями условия ведения бизнеса вне офиса. Какие способы можно применить для адаптации, для мотивации сотрудников. Какой есть набор, наиболее эффективный набор инструментов для работы удаленной. Обсуждали технологии роста бизнеса, какие могут быть контакты в условиях всеобщей изоляции с потенциальными потребителями товаров либо услуг. Обсуждали успешные продажи в период кризиса, высокой конкуренции. Сейчас это однозначно. Готовим еще пакет вебинаров, связанных именно с выходом из бизнесной ситуации. Поэтому все наши встречи в режиме онлайн, они носят совершенно предметный характер и дают рабочие инструменты и способы выхода, или, может быть, даже каких-то новых точек роста для предпринимателей. То есть, если до введения карантина больше работали все-таки как каворкинг-центр, площадка, то сейчас уже как информационный такой онлайн-ресурс, который помогает бизнесу? Сейчас в условиях вынужденных мы, конечно, ведем онлайн-деятельность. Но каворкинг – это хорошее атмосферное сообщество. Поэтому это, конечно, очень важная мера поддержки. И я надеюсь, что мы в ближайшем будущем вернемся к такому формату работы. Но помимо вебинаров мы проводим активно консультации. Надо сказать, что сейчас достаточно серьезно возрос спрос на консультации в сфере цифровых технологий. Например, по установке ЦРМ-систем, разработке сайтов, продвижению в сети, продвижению услуг, в том числе доставка продуктов питания, доставка товаров различных именно в сети интернет. Самые популярные вопросы, которые сейчас озвучены представителями бизнеса, с которыми обращаются к вам? Это продвижение услуг в сети интернет. Именно вопросы, связанные с цифровыми технологиями. Каким образом сейчас найти нишу в интернете для удаленной реализации товаров и услуг. Ну и что, в общем-то, достаточно обнадеживающим фактором, вот по крайней мере в апреле и в начале мая достаточно большое количество было запросов, связанных с регистрацией, с новой регистрацией индивидуальных предпринимателей. То есть, несмотря на, скажем так, систему изоляции, предприниматели все равно рассматривают возможность регистрации новых видов и направлений, и может быть даже вступления. То есть, у нас появятся новые субъекты, несмотря на то, что кто-то сойдет с дистанции, это ситуация вполне ожидаемая. Сейчас стараемся как можно, скажем так, мягче сделать выход из этой кризисной ситуации. Но придут новые предприниматели, и мы готовы оказать поддержку им на начальном этапе. Людмила Викторовна. Да, лидерами, вопросы лидеры, это меры господдержки, как ими воспользоваться, как их получить, тоже оказываем консультации. Скажите, тем людям, которые хотят все-таки получить помощь от вас, как вас найти, куда обращаться, расскажите. Сайт платформа краснодар.ру. Можно обращаться по телефону горячей линии 259-33-64. Ну, я думаю, что на сайте krd.ru вся информация размещена, если кто-то не сможет... Ну, нас легко найти через сайт платформы краснодар.ру, достаточно уже легко в поисковике его обнаружить. Поэтому всех просим обращаться к нам. Спасибо, Людмила Викторовна. Лена Сергеевна, вам следующий вопрос адресую. На льготу могут претендовать представители отраслей, больше всего пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Давайте обсудим, какие это отрасли. Достаточно широкий спектр отраслей был отражен на федеральном уровне. Кроме того, на региональном уровне этот перечень отраслей был еще дополнен. Большой перечень, начиная от отраслей промышленности, строительства, легкой промышленности, зависимости ЖКХ, торговли промышленными товарами, предприятия общественного питания, киноконцертные залы, торгово-развлекательные центры, кинотеатры. То есть на самом деле все эти перечни размещены, они в общем доступе, они постоянно дополняются как со стороны федерации, так и со стороны региона. Мы с Людмилой Викторовной сказали о том, что некоторые предприниматели сейчас все-таки сходят в дистанции, но появляются новые. Есть ли у вас какая-то информация, кто уже сошел, потеряли мы в количественном эквиваленте их? Мы сейчас, если у нас сейчас статистически основываются все наши прогнозы, все наши итоги, основываются на официальной статистической информации. Мы сейчас видим хорошо первый квартал текущего года, который как и 19-й год прошедший для нас был весьма и весьма удачным. То есть мы практически по первому кварталу наблюдали рост по сравнению с показателями прошлого года. Сейчас, на конец мая, мы ожидаем новые статистические данные по апрелю, где у нас ожидается достаточно серьезное падение по целому ряду отраслей. И так после этого мы можем спрогнозировать глубину кризиса, кто у нас значительно уменьшил свои объемы, где у нас проблемы. А сейчас конкретно по именно сказать вам не может никто. Тем более мы сейчас знаем, что введен мораторий на Волгровство до осени, федеральным правительством этот мораторий введен. Поэтому одномоментно в ближайшие 2-3 месяца мы не ожидаем резкого оттока предпринимателей с рынка и закрытия деятельности. То есть какое-то время понадобится на восстановление текущей деятельности после того, как все ограничительные меры будут сняты. И после этого, уже ближе к осени, мы можем говорить о каких-то процентах, о каких-то отраслях, которые конкретно просели, и о каких-то чутко понятных и ясных тенденциях. Елена Сергеевна, а такой вопрос. Есть ли понимание, когда будет понятно, достаточно ли уже принято мер для поддержки бизнеса или нужны еще какие-то? Вы знаете, здесь выстроена в этом плане четкая иерархия. Посыл дает федеральная власть, подключается к этому региональная власть и идет дальше местная власть. Тем более мы не должны забывать, что меры поддержки идут не только на юридические лица, но активно ведутся и на физические лица. В целом, что сегодня я уже могу сказать, это достаточно серьезная ситуация, связанная с безработицей. Если мы все прошлые года наблюдали уровень регистрированной безработицы, там на уровне 0,3%, то сейчас уже по итогам на 15 мая мы наблюдаем, мы в районе 2% безработицы у нас находится. В том числе среди этих людей в Центр занятости более 20 тысяч человек обратилось. Более 10 тысяч человек признаны официально безработными по состоянию на начало текущей недели. Еженедельно мы проводим мониторинг, в том числе среди этих людей есть, безусловно, и индивидуальные предприниматели. Спасибо, Лена Сергеевна, за вашу работу в целом, за подробные ответы сегодня. С нами по видеосвязи была начальник управления экономики города Краснодара Елена Васильченко. Это тема дня. Оставайтесь на Кубань-24.